Друзья, всем привет! Вы, наверное, задались вопросом, а куда интро пропало? Обычно сковородка с остальными яйцами кружится в вальсе, выполняя сложный пируэт. Ведь только чугунные шарики могут спасти вас в современном рандоме. Но откинем наши киндеры в прошлое, давайте будем жить настоящим. На данный момент у меня уже 6к подписчиков, и я решил взять кулак в руки. Нет, не для того, что вы подумали. Итак, берем все же себя в руки, открываем пейнт и начинаем работать над новым интро. Конечно, вам может показаться еще очень сырым черновой вариант, но поверьте, в конце будет бомба. И встречайте, новое интро. Как вам новое интро? Чувствую, не очень понравилось? Ладно, что же только не сделаешь ради подписчиков. Устанавливаем After Effects. Встречайте, новое интро, мистер Монг. Итак, друзья, сегодня речь пойдет о шикарном легком танке, который, как вы уже догадались из названия, на своем уровне просто вторая Дракула. И нет, спешу вас обрадовать, это не ВК-2801. После нерфа он стал не таким имбовым, как раньше, и катать на старом корыте 2К-18 совсем не камильфо. Возможно, вы думаете, что это МТ-25. Советская Дракула? Да вы серьезно? Нет, конечно. Снова промах. Т-34-85. Мой ответ, есть попадание. Правда, без урона. И вообще, это средний танк, поэтому снова нет. Ладно, не будем тянуть кота за киндер-сюрпризы по 100-метровому ковру и стекловаты. Встречайте, друзья, Т-21 или песочный Т-6 Дракула. Сразу пробежимся по ТТХ двух танков и убедимся, что Т-21 явно лучший наследник на 6 уровне. Конечно, в визуальном плане башня мне напоминает огромную опухоль после того, как Е-100 переехал наш Т-21 7 раз в одну сторону. И начнем с ДПМ. У Т-21 он составляет 1838 урона в минуту, в свою очередь на Дракуле 2137. Что для седьмого уровня не такой большой показатель, зато Т-21 является бодрым среднячком. И в этом плане почти никому не уступает, разве что Кромвелю. Из этих сухих цифр можно представить, что в топе танк чувствует себя более чем бодро. По орудию время сведения и разброс намного комфортнее, чем у Дракулы. А если установить отдельное оборудование, просто шикарный танк для нагиба в песке. По углам вертикальной наводки оба танка имеют минус 10 градусов и способны своим шлангом отвешивать такие крутые плюхи, что противник в ужасе думает, да как ты вообще играешь от рельефа, тварь ты такая, не высовывайся после своего дома. Вот вам хороший пример, как Т-21 играется от рельефа. А вот что касается ОВН вверх, у Т-21 целых 25 градусов, и это на 5 градусов больше, чем у Дракулы. Что же касается максимальной скорости, то здесь наш малыш явно проигрывает. Ведь у Дракулы максимальная скорость составляет целых 65 километров в час, а у Дракулы вполне фановые 60 километров. Проходимость по грунтам в целом для двух танков одинаковая, зато с места Т-21 разгоняется чуточку быстрее. Но сильно уступает максимальной скорости. Наверное, самый главный минус этого танка это слабый запас прочности. Всего лишь 900 единиц. Но это тоже можно компенсировать за счет оборудования. В бортах у Т-21 в отличие от Дракулы целых 25 миллиметров. Это, конечно, на 5 единиц больше, чем у кровососа. Но от КВ-2 или от Сушки все равно не спасет. В целом, мое мнение, Т-21 на своем уровне отличный фановый танк, который за счет своей проходимости, шикарных ОВН, очень сильно напоминает Дракулу и Тайп-61. Я вообще люблю танки с хорошими ОВН, и после игры на такой технике очень сложно играть, например, на китайских СТ или на совках, где с ОВН напрочь отбитая ситуация. Играть от рельефа у вас уже не получится. Зато можно компенсировать за счет брони и играть от первой линии. Особенно, если это Т-54 первый образец. Но о нем мы поговорим попозже. Кстати, доходность на танки 101%. Это, конечно, не сильно выше нормы. Нет. Но для прокачиваемой техники он фармит вполне сносно. Ведь я помню те дни, когда фармил на ВК-2801. Потому что из премов был только Кениотсу и ПЗБ-2. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я буду дальше стараться для вас сделать что-то интересное. Не забудь поставить этому видео лайк. Для меня это лучшая награда за потраченное время. Если здесь первый раз, можете подписаться на канал. У нас всегда раздают вкусные печеньки. И самое главное, играйте только в качественные игры. Если, конечно, вам есть чего играть.